Сейчас аналоговая версия вещания снабжена литрой А у четырех каналов. В скором времени присоединятся Россия-1 и СТС. Но такой канал телезритель сможет смотреть лишь до конца этого года. В 2019 году наша страна переходит на цифровое вещание, аналоговое вещание будет останавливаться. И это сделано специально для того, чтобы люди по этой буковке могли понимать, что у них формат устаревший, им необходимо принять меры, для того, чтобы они могли смотреть этот же канал уже в цифровом формате. Аналоговый сигнал уходит в прошлое. Это всего несколько каналов, да и те с помехами. Новый стандарт – это цифровое телевидение. На такое современное ТВ перешли уже во многих странах. В России бесплатными будут сразу 20 каналов. Первую десятку сейчас могут настроить 98% жителей Коми. Второй мультиплекс будет доступен всем россиянам в следующем году. После чего телевидение с помехами останется в истории. Сегодня мы привыкли к телевизору в каждом доме, словно так было всегда. Но телевидение продолжает развиваться. На смену аналоговому приходит новый цифровой формат вещания. Стандарт DVB-T2 формат MPEG-4. С 2009 года в России началась новая эра цифрового телевидения. Мы расскажем о ней в цифрах. Мир развивается по пути технического прогресса. Цифровое телевидение – это новый этап развития. Цифровое телевидение смотрят более чем 675 миллионов домохозяйств по всему миру. Это почти вся Европа, США и Япония. Благодаря использованию спутников и разветвленной сети наземных объектов цифровой сигнал будет доступен по всей России. Если ваш телевизор выпущен после 2013 года, то для перехода на цифру нужна только дециметровая антенна – уличная или комнатная. Но даже советский телевизионный приемник сможет работать в новом формате. Телезрителям необходимо осуществить перенастройку своих телевизионных приемников на цифровой формат вещания. В данном случае это может занять всего несколько минут. Современные телевизоры оснащены встроенными тюнерами. А если у телевизора старого образца, то к нему необходимо докупить дополнительную приставку, поддерживающую формат DVP-2. Цифровая приставка – оборудование простое. Достаточно подключить его к телевизору и вручную или автоматически настроить доступные цифровые каналы. Цифровые приставки разные, разного ценового диапазона. Начинаются они примерно от 990 рублей и выше. В зависимости от комплектации, от наличия, отсутствия дисплея, наличия, отсутствия кнопочек. Ну и в принципе все. Основные характеристики у них в принципе одинаковые. То есть они показывают порядка 20 каналов. В цифровой версии телеканалов буквы «А» рядом с логотипом нет. Внедрять такую маркировку планируется вплоть до полной остановки вещания в аналоговом формате. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган».